На прошедшей неделе одной из основных тем стало громкое заявление регионального оператора по обращению с отходами о намерении признать себя самобанкротом. Дело в том, что за последние несколько лет экология Новосибирск задолжала своим кредиторам огромные суммы. И теперь компания пытается решить эту проблему с помощью введения процедуры наблюдения. Впрочем, депутаты законодательного собрания не считают эту меру оптимальной для региона. Поэтому и устроили допрос с пристрастием директору компании Ларисе Анисимовой на недавнем заседании профильного комитета. Я бы начала, наверное, с того вопроса, который вас больше всего беспокоит, беспокоит наших граждан Новосибирской области. Собоев в работе регионального оператора не будет. Все текущие обязательства региональный оператор сегодня и в последующие дни выполнять будет. Работа идет в штатном режиме, никаких изменений нет. Ни для наших потребителей, ни для жителей, которые к нам обращаются по перерасчету. По процедуре, о которой идет речь, опубликованной на Федресурсе, решения они еще не приняты. Это только уведомление. Но и одного уведомления хватило для жарких обсуждений о перспективе самобанкротства экологии Новосибирск и вообще о финансовом состоянии данной компании, отвечающей за утилизацию мусора во всем регионе. В группе ВИЗ, в состав которой входит регоператор, уже заявили, что инициирование процедуры наблюдения принято для обеспечения бесперебойной деятельности, финансовой устойчивости и недопущению сбоев в сборе и вывозе отходов Новосибирской области. Самобанкротство, по мнению ВИЗ, позволит отсрочить выплаты по накопившимся долгам и подписать с кредиторами графики погашения задолженностей. Однако депутаты Заксобрания усомнились в эффективности этой процедуры. То, что говорит Лариса Анна, не буду платить по тем судам, которые есть, а буду исполнять обязанности. Но это, конечно, хорошо, это удобно. Исковых заявлений в арбитражном суде больше 25, в том числе от перевозчиков, от полигонов. Требования выставлены на миллиард 714 миллионов и 485 это уже решения вступили в законную силу. Как сможет рекоператор в этой ситуации исполнять свои обязанности, если у него валовая выручка на год 2-2,5 миллиарда? Он самобанкротится, а мы-то что будем делать дальше? В профильном областном министерстве, между тем, заявляют, что на данный момент у рекоператора есть возможность стабильно оказывать услугу по обращению с отходами на территории региона. Что касается дальнейшего функционирования регионального оператора, Лариса Анна уже все сказала, они, собственно, сейчас на этой процедуру и запущены для обеспечения деятельности стабильной. Просто сейчас нужно принять решение, что мы делаем дальше. Мы запросили у регионального оператора вопросы, которые нас интересуют, проведем совещание, определимся по дальнейшей судьбе взаимодействия с региональным оператором. Это произойдет в ближайшее время. Но и это не успокоило депутатов. Вы, наверное, помните, да, когда мы в октябре собирались 19-го года, когда первая ласточка прилетела, что недостаточно рассчитываемся, что это может привести к коллапсу. Нам сказали, что это спор двух хозяйских субъектов. Но вот этот спор сегодня, ну, скажем так, завершился. Напомним, проблема по расчету с перевозчиками ТКУ у экологии Новосибирск возникла еще летом 2019 года. Подрядчики даже писали обращение губернатору области, жалуясь на то, что регоператор накопил долгов на 700 миллионов рублей. Группа ВИЗ на обвинение отреагировала быстро. Сегодня угрозы того, что мусор не будет вывозиться из дворов, районов и населенных пунктов Новосибирской области, такой угрозы сегодня нет. Мы работаем в тесном взаимодействии с компаниями-перевозчиками и знаем о том, что все они настроены на дальнейшую работу. Уже осенью 2019 года в экологии Новосибирск на вопрос о долгах перед подрядчиками отвечали так. Это наша хозяйственная деятельность с партнерами, с которыми у нас есть контракт. Мы разберемся, досудебный порядок используют. Следующий шаг судебный. Компания наша нарушает свои обязательства перед перевозчиками. Кто-то обратился в суд на регионального оператора за нарушение. Ну, я не сомневаюсь в том, что такие обращения в суды последуют. Ну, тогда давайте обсудим, когда они последуют. То есть вы не нарушаете ваши договорные обязательства? В суд на нас обратился кто-то. А при чем тут в суд? Я вам задала другой вопрос. Как вы считаете? А я вам на этот отвечаю. А в конце сентября этого года, когда исков к регоператору было уже хоть отбавляй, директор все равно держалась и заявляла, что принятые решения об заскании многомиллионной задолженности еще ничего не значат. Это только были первые инстанции. И у нас есть еще положительные решения по третьим лицам. Там система ГЛОНАСС с судьями принята во внимание. Поэтому о перспективе судебных процессов я бы предложила перенести на несколько месяцев, когда хотя бы один процесс мы доведем до конца. Инициатива «Самобанкротство. Экология Новосибирск» не стыкуется с этими заявлениями, что по понятным причинам вызывает обеспокоенность у депутатов. Я вообще с момента прихода этого оператора вижу большие риски для области. Цена на вывоз твердых бытовых отходов уросла в два раза, при том, что качество услуги не изменилось совсем. На сегодняшний день компания должна, по разным оценкам, от полутора до двух миллиардов рублей. И она должна же не космонавтам, не марсианам эти деньги. Она должна нашим с вами землякам, компаниям Новосибирской области. В этих компаниях работают люди. Из-за этих долгов эти люди вполне могут не получать зарплаты. Налоги всех уровней не платятся, так как людям не с чего платить. Работа произведена, а расчета нет. У нас другого выхода нет на текущий момент, кроме как, Денис Николаевич, апеллировать к вам по общей, так сказать, аналитической информации, что на самом деле происходит на протяжении уже ряда лет, и к чему это в конце концов должно прийти. А вот что по поводу предполагаемого банкротства экологии Новосибирск думают аналитики, эксперты и общественники. Исходя из сегодняшней ситуации, группа компаний ВИЗ не заинтересована в том, чтобы допускать мусорный коллапс в Новосибирске. Потому что если будет какой-то провал по качеству услуг, у властей региона просто не останется другого выбора, кроме как расторгать контракт и искать новую организацию на место экологии Новосибирск. А это вслед за собой может повлечь и другие последствия, связанные с прочими проектами ВИЗ в Новосибирской области. Это один из способов неплати сегодня. Тем, кто в 2019 году честно отработал. Потому что мы должны знать, что в процедуре наблюдения никаких оплат даже по решению суда не будет. Будут оплачиваться только те денежные средства, которые будут вестись обычная деятельность. То есть это уход от оплаты проигранных судов. Сейчас в очень сложной ситуации вообще весь регион. Потому что понятно, что банкрот ничего не будет, никуда вывозить, никакие обязательства не будет исполнять. Это вопрос в ближайшие нескольких месяцев, когда они свернутся в деятельность окончательно. Ну и, конечно, в глупом положении оказались те добросовестные потребители, которые платили экологии Новосибирск те деньги, которые они с них там постоянно требовали. Если ваши гражданские права нарушены, если вашей жизни и здоровью угрожает опасность, пишите нам. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова